Добрый вечер! Привет, Дима! Привет, Настя! И привет, все участники, все те, кто, несмотря на летнюю погоду в Москве к нам присоединился, хотя, может быть, вы не все из Москвы. Вот, к сожалению, я не вижу список участников, но в любом случае, всем привет! Меня зовут Настя Гуденова, я оператор курса про кофейный бизнес в Москву Фуд Академии. И сегодня у нас с вами вебинар с Димой Бородай. Дима, давай ты сам расскажешь коротко... О себе? Хорошо. О себе, да, и где ты находишься и что за штука за антиганом. Ну, коротенько. Окей. Здравствуйте, ребят! Меня зовут Дмитрий Бородай, я занимаюсь кофе последние 16 лет своей сознательной жизни, то есть всю сознательную жизнь. На данный момент я прошел там кучу этапов чемпионатов, победил кофейных там российских, международных. У меня есть два своих заведения с партнером и есть обжарочная компания с вашей Екатериной, на производстве которой я сейчас и нахожусь. Также у нас есть своя ферма, поэтому я знаю о кофе на всех его этапах, как его растить, как его жарить, как его реализовывать в кофейном. Собственно, Анастасия пригласила сегодня подискутировать на тему новых форматов. Поскольку мне есть что сказать, я, конечно же, согласился на этот вебинар. Все, Настя, я закончил. Давай, модерируй. Класс. Ну, да, вообще... Да-да-да, я слышу. Отлично. Вообще, да, конечно, ну, Дима будет читать на нашем курсе несколько лекций. Вот, программу, я надеюсь, мы скоро выложим, и ее можно будет посмотреть на сайте. Но по сегодняшней теме новые форматы кофея. Ну и вообще, давайте я сначала расскажу коротко, так как я стояла у истоков в образовании маленьких независимых проектов. Было это шесть лет назад, когда я и мой партнер открывали кофейник для нас. Вот, это было 30 квадратов. Я не знаю, если кто-то смотрит и помнит здорово, если кто-то не был там и не слышал про этот проект, то тоже ничего страшного. Вот, я сейчас коротко расскажу. В общем, это было 30 квадратов на Садовом кольце в Москве, на первой линии. И уже тогда мне как бы казалось, что, точнее, тоже казалось, я знала, что не отбить аренду, если только варить кофе. Вот, поэтому мы сделали маленькую кухню, кормили завтраком весь день, наливали там суп на обед. Ну и, в общем, на самом деле до 11 часов вечера наши гости пили кофе, конечно же, в том числе, да, потому что прежде всего мы были кофейник. Мы тогда делали формат, которого было очень мало в городе, но это было как раз во время, когда начали появляться маленькие независимые кофейни, когда начали появляться сетевые проекты. Вот, и, в принципе, кофейни росли прям в генетической прогрессии, и какие-то были друг на другу похожие, какие-то выделялись. Вот, но в любом случае сейчас, из того, что, ну, я уже несколько лет занимаюсь кофе в ресторане, вот, потому что, ну, в ресторане как в формате, да, заведений, вот, потому что мне всегда было непонятно, почему приносит вкусную еду, а кофе непонятно такой. Вот, у меня появилась такая возможность пойти работать с братьем Брезутским, где, соответственно, в ресторанах я начала делать кофе вкусный в ресторане. Вот. А параллельно со мной это делала я, Четенков, в своих проектах. Вот, ну, и тем самым мы каким-то образом вообще заявили о том, что, в принципе, в ресторане и в кофе должен быть правильный и хороший кофе, каким он должен быть. Вот. А сейчас, например, нужно сказать, там, моих проектов, да, у меня есть небольшая кофейня в Lavanda Store, это светочный магазин на Бронной. Вот, в данном случае это как формат, да, это совмещение одного бизнеса с другим. Все это вместе очень работает. И, опять же таки, тем самым мы можем выживать и платить ту аренду, которая у нас есть. Вот. Поэтому, ну, в общем, я к чему веду? К тому, что тренды и тенденции, какие-нибудь форматы нам, конечно же, диктует наша экономическая ситуация, безусловно. Это арендные ставки, это, ну, вообще вся операционка. Вот. Как мне кажется. Есть, конечно, у нас Европа, да, Америка, Австралия, на которых мы смотрим, и пытаемся сравнять все. Вот. И тоже, ну, они нам помогают ориентироваться, да, в этих трендах и как-то так же нас управлять. Вот. А поэтому по поводу тех трендов, которые, ну, у нас заявлено, да, что тренды 2021 года, вот, мне кажется, что, конечно же, это совмещение форматов, прежде всего, и купраски, кофе, не просто кофе, да, кофе и все, а кофе и что-то еще. Дим, а расскажи, пожалуйста, про свой проект «Плю», да, в начале, потому что к последнему этому проекту мы пройдем чуть попозже. Вот. Расскажи, в принципе, вот, ну, вообще, вот этот вот путь развития от того, как обжарщики решили рискнуть и открыть большой проект. Тут все очень просто. Я отчасти с тобой согласен. Небольшая предыстория, да, потому что необходимо понимать, что существует несколько там видов кофейн, и если мы говорим про кофейные сети, чаще всего они встречаются в сегменте «fine commercial», да, там, или просто коммерческий кофе. Это кофейни «to go», допустим, «правда кофе», «cofix», можно пересчитать бесконечно эти, это небольшие точки «to go», и они рассчитаны на быструю транзакцию, они рассчитаны на небольшой ценник и прочее, да. И вот тут сама ловушка заключается в том, что, если мы говорим про «specialty кофе», у него есть две составляющие, у «specialty кофе». Первый – это вкус. Там есть элемент вкуса, который, как бы, отличает этот кофе от «fine commercial». Есть так называемый «descriptor», когда ты пьешь не просто его как топливо, как «fine commercial», а ты пьешь его, чтобы насладиться вкусом. И вторая часть – это маркетинговая составляющая. Это история о фермере, это говорится о том, что там биодинамические, органические и прочие-прочие такие штуки. И вот здесь сама заложена ошибка именно вот этих форматов. Почему? Потому что, когда мы говорим о «specialty», тут необходимо понимать, что потребление его должно быть осознанным. Потому что, если мы говорим, накладываем это все на российские реалии и неподготовленного потребителя, мы получаем следующую ловушку. Для того, чтобы у вас был успешный бизнес, вы понимаете, что это должно быть хотя бы 300 транзакций в день, там 250 и выше. Но если вы говорите, что у вас 250… Со средним чеком? Ну, со средним чеком там 350 рублей, да, хотя бы. Ну, то есть, как бы, какие-то удобоваримые цифры начинаются там оттуда, 75-80 тысяч рублей и выше, да, в день. То есть, тут вопрос в чем? Когда вы говорите о таких цифрах, 350 транзакций и время работы кофейни 12 часов, мы получаем 30 транзакций в час, 2 транзакции в минуту на одну ветку обслуживания. Соответственно, это 20 транзакций там в тихие часы 15 и там до 40-50-60 транзакций в час. Что происходит здесь? Здесь происходит следующее. Как работает маркетинговая составляющая? У вас на обслуживание одного клиента получается всего лишь 2,5 минуты, 2,5-3. Что за 3 минуты вы можете рассказать о кофе? При этом, когда голова у бариста загружена постоянным взвешиванием кофе, постоянным пересчетом, какой у меня должен быть рецепт, потому что спешлти кофе еще надо правильно варить. То есть здесь вопрос именно заключается в том, что спешлти кофейни – это как таковая ловушка для бизнеса. Тут необходимо понимать, что бизнес начинается там, где вот эта маркетинговая составляющая спешлти кофе, когда я могу вам все рассказать, она заканчивается. Потому что, допустим, переходя плавно к проекту «Флю», у меня с партнером есть кофейня «Флю», она находится на хлебозаводе. Мы делаем по среднемесячному по дню примерно 370-380 транзакций. В тиковые дни – это 550 транзакций, на 13-14 часов работы. Мы получаем те же цифры, ребята. То есть это 45 транзакций в час с одной веткой обслуживания у меня на одного потребителя 1,5-2 минуты. Что я могу ему рассказать? И как бы ты понимаешь то, что здесь элемент осознанного потребления. Во-первых, цены не могут быть сильно большими, потому что ты как бы не оказываешь какого-то супер-пупер сервиса. Это нереально при таком потоке. Во-вторых, если даже цены, ты работаешь на зерне спешлти, они там выше 120 рублей, ты должен давать помимо еще какого-то качества, давать еще что-то, чтобы человек к тебе пришел. И вот тут рождается уже вопрос, при каком формате кофейни возможен, первое, рабочий бизнес-проект. Это не то, что там кофейня. То есть я очень глубоко уверен, что 90% спешлти кофейн в России, в частности в Москве, они убыточны. Просто вот убыточны как факт. То есть если его считать как взрослый бизнес, с отдачей инвестиций, с амортизацией, с развитием на будущее, эти кофейни убыточны. И когда ты начинаешь все считать, ты понимаешь, что кофе это продукт, который надо поддерживать. Это то, про что говорит Настя, да? Это совмещение форматов. Святой магазин и кофейня, допустим. Но российская ментальность, она не понимает этого. Потому что мы даже столкнулись с тем, когда делали кофейню, продавать хотели пачки с собой. Вот изначально, когда мы реформировали проект «Флют» с кофа, продажи пачек кофе в месяц были 80-120 пачек. Потому что человек не понимал, что я прихожу в кофейню, что я здесь могу пачку кофе купить. Для того, чтобы он ее купил и воспринял кофейню как магазин, вы должны сделать хороший апсейл прямо в зоне кассы, и он должен увидеть большой выбор. Тогда только он переключается. И то продажи не будут высокими. То есть мы подняли продажи в 5 раз, продаем в месяц 700 пачек кофе, 150 пачек капсул, растворимый кофе свой продаем тоже 150 пачек где-то. Но это все равно небольшие продажи с точки зрения супер эффективного бизнеса. Потому что потребитель все еще не воспринимает, я в кофейне или я в магазине. И я, если честно, не верю в совмещение форматов, потому что, да, это будет работать, но человек будет путаться, он не понимает, куда он пришел. Я не хочу пить кофе в цветочном магазине. Я думаю так, да? А другой думает, я пришел покупать цветы в кофейню. Ну то есть как бы для российской ментальности это еще сложно, но про то, что ты говоришь, оно будет в тренде, мне так кажется, года через три. Я опять же говорю как про большой работающий бизнес, да? То есть да, это может работать, приносить какие-то деньги, но вопрос в том, насколько эта концепция транспортабельна хотя бы в 3-4 точки, да? То есть как бы возможно ли это? Ну, здесь, конечно, безусловно, зависит от территориального расположения, да? Потому что мы находимся на Малой Бронной, вот, и людям понятно, да? То есть это очень понятный европейский формат, они заходят все как бы ясно. Ну да. У вас еще при этом как раз таки магазин, можно купить и кофе с дёрнут, и там свой зал раствор и капсул и все остальное. Вот. И все равно, конечно, ну как бы продажи, успешной продажи, зависит от работы вашего персонала, да? От сервиса, который в принципе вы даете, ну и готовы дать своим гостям-покупателям. Вот. Здесь больше про… Вот ты рассказал по поводу флю, да? То, что у вас там магазин пользен, у вас также есть еда. Причем еда… Вот мы к этому и подходим, да? Да. Потому что я искренне уверен, что вот, допустим, те же 6 лет назад не было вообще практически заведений, они только сейчас начали появляться. Вы не представляете, Москва там, город там, 15-20 миллионов в нем живет, да? Там по неофициальным данным. А у нас нет независимых кофеин, не было. Где можно поесть, понимаете? Вот попить кофе и поесть. То есть люди открывали кофейню, ты приходишь туда, там, две-три плюшки, печеньки и кофе. Ну, то есть, как бы, это не мотив, чтобы зайти. Это такой же… Для человека он может зайти в любую другую кофейню. Поэтому, как бы, там, лет пять назад стала уже популярная концепция вот это вот в Москве, да? Там, завтраки весь день, да? То есть мы начинали флю реформировать именно с этого. У нас обычная кофейня городского типа, там есть завтраки весь день, там есть какие-то комбо-завтраки, там апельсиновый сок, еще что-то там, все вместе на одном подносе. Плюс, там, кофе, свое меню, да? Там очень много, там, черного кофе, 20, там, сортов на альтернативу, там, три типа фильтра всегда заварены. И только при этом ты можешь выживать, потому что у тебя кофе, там, допустим, это тот продукт, который нужно поддерживать либо десертами, либо, там, завтраками. А потом мы шагнули дальше и поняли, что, как бы, окей, можно поддерживать десертами. Сделали свой цех кондитерский и начали, как бы, производить сначала на флю, потом на второе заведение. Со вторым заведением мы туда даже поставили хлеб. То есть, с недавнего времени у нас можно купить свой хлеб домой, да, в кофейне. Потому что я искренне уверен, что чем больше мотивов зайти в кофейню, да, тем, как бы, успешнее и устойчивее будет твой бизнес. Но, опять же, вопрос. Просто я уверен, что лишь 20% во флю ходят только из-за кофе. Я не верю в то, что к нам ходят только из-за кофе. Эта концепция, она не рабочая. Мы находимся, да, на хлебзаводе, на Дмитровской, но это, как бы, это такое городское пространство, хлебзавод номер 9. Но, и тем не менее, если вы посчитаете сейчас независимые кофейни, даже в Москве с завтраками весь день, с нормальными кухнями, не с грилем за баром, а чтобы у тебя была кухня, на которой работают повара, да, там, два в смену. Сколько вы их насчитаете? 5, 7, 10? Ну, то есть, как бы, не больше, понимаете? Там, можно, там, перечислить по пальцам, там, Point, Point 242, Велокафе Салют, да, там, еще что-то. Но это не будет, там, массовым явлением. То есть, я вот к этому клоню, что сама по себе кофейня, и при этом, давайте на секундочку, будем честно с самим собой, Москва дико перейдута по арендам. То есть, это арендные ставки в Москве это просто трэш, угар и садомия. Ни в одной европейской столице такого нет. Наверное, у нас аренды такие же, как в Мельбурне, Сиднеи, наверное, да, но там в Сиднеи в том же, там, и потребление кофе 2000 чашек, как бы, это нормально. Да, так вот, как раз таки, да, один SEO вообще подписывают под каждым словом, и, естественно, ну, в принципе, да, люди, которые, ну, наш курс вообще и должен ответить на основной вопрос, а нужно ли вообще что-то открывать, вот, потому что очень многим кажется, что, а что, кофе там, себестоимость 8 рублей, ну, это, ну, есть такое мнение, да, я даже сегодня читала у Гришки Госяна в Фейсбуке, но не стала отличать, потому что, ну, в общем, понятно, что себестоимость выше, плюс все эти аренды и так далее, вот. В общем, в плане того, что, как бы, кофейня это не про кофе, да, то есть, как бы, кофе это как раз таки, да, 20%, все остальное это, скорее всего, атмосфера, которая складывается из очень многих факторов, и, там, из персонала, и работы, и вовлеченности в процесс и так далее и тому подобное, но еще как раз таки вот те же 6 лет назад был такой момент, я плавно подвожу к этому новому проекту, вот, и я понимала, что почему бы, ну, почему люди должны кидать, как бы, в кофейне после, там, до 11 вечера, вот. Но так как у нас была маленькая площадь, и алкогольную лицензию получить было невозможно, но можно было продавать пиво и тидор, да, и вот до сих пор это можно делать, вот. А мы начали, там, выбрали на тот момент, да, из инструмента более-менее хорошее пиво, и, как бы, поставили его в продажу. У меня там была куча вообще людей, которые, там, писали мне комментарии, что это вообще нормально, там, в кофейне продавать пиво, что-то такое, в общем. Ну, в общем, было очень много тех, кто вообще не понимали, как это возможно, хотя, с другой стороны, ну, как бы, мало кто вообще так-то пьет кофе, да, там, вечерами, все хотят выпить как раз пиво или вина и так далее, вот. И сейчас я считаю, что это один из основных трендов, как раз таки, будущего, туда, куда мы идем, это вино, кофе и вино, да, это очень низкие продукты. Я вот, кстати, в том году закончила сама винную школу, потому что я хотела просто разбираться и понимать вообще, как эти два формата можно поженить. Вот. Но, конечно, есть нюд кофе и вино, которые уже как раз в этих шоссеях существуют. Вот. Но это больше все-таки, конечно, такой формат городского кафе, где просто, ну, просто есть, да, и кофе, вино, и хороший кофе, и вкусная еда, и вино. Вот. Но сейчас как раз открываются проекты, где также много про вино, как и про кофе, да, условно, вот, твой проект «Сойки на тело», и недавно открылся у ребят, из-за чего, про код, проект «ТОТО», с кофе, да, они заваривают три пакета, но, как бы, они делали на этом фору, но не только. Вот. Также у них там очень большой ассортимент натурального вина и всякой биодинамики и еда. Вот. Но ты был чуть раньше. Расскажи, пожалуйста, не было ли тебе страшно ввязываться вообще в эту историю и провести головой формат еды, вина, ну, сквозь все понятно, там, кофе, сквозь все понятно. Ну, тут такой очень важный момент, что мы же тоже формат кофе и вина поженили через формат городского кафе. То есть мы в пандемию сели и подумали, да, либо мы сокращаем команду, закрываем там какое-то подразделение типа кондитерского цеха, либо мы развиваемся. И мы решили взять проект, разорилось, может быть, не разорилось, может, просто решили выйти из бизнеса. Это кафе «Сойка напела», мы выкупили его и полностью переделали. И там поставили новый процесс, мы там делаем свой хлеб, да, там поставили под пекаря и, короче, делаем пять видов хлебов, да, на бездрожжевой, на закваске там. Но логика в чем? Вот есть у нас «Сойка напела» кафе, да, оно 38 посадок. Насть, там зал с баром 50, вся площадь заведения 130, чтоб ты понимала. Это совершенно другие процессы. То есть как бы я смотрел, как многие делают там, вот у нас есть вино, у нас тоже есть вино, но вопрос в том, что у нас 40 побокальных позиций и там 8 пузыриков, да. Для того, чтобы нормально разливать вино, тебе надо 2-3 винных шкафа нормальных. Тебе нужны не то, что нормальные бокалы, тебе нужна хотя бы какая-нибудь система хранения для вина. Мы используем Бермар, который СО2 пшикает, то есть мы как бы сначала там выкачиваем кислород, потом пшикаем туда СО2. Это для игристых, там для тихих мы делаем наоборот. То есть там СО2 замещаем кислород, потом выкачиваем и делаем бескислородную следу. Иначе у тебя вино не хранится. То есть как бы любой дурак может взять, открыть там 40 бутылок вина, поставить их на стол и все стухнет. И что толку? Ну то есть это такой формат, который в принципе никому не нужен. И я залез там в эту сойку напела. Мы там сделали городское кафе, тоже мы это называем. То есть кафе, которое живет по нуждам города. С утра ты можешь выпить там кофе и чай, с десертом позавтракать, с кремблом, а вечером можешь прийти на ужин или просто там на липкие маслины, там хамон, сыры и попить вина. Да, но это совершенно другая логистика. Это уже ресторан. То есть как бы у меня работает сверху 4 человека, да? Это типа официанты и бариста, да? А снизу еще 5. Ну то есть как бы там и повар, и котломойщик, и су-шеф, и повар холодного, горячего цеха. То есть там два мойщика на заведении. Это уже не кофейня. То есть это городское кафе, которое все заходят и говорят, ой, миленькая кафешка. Видят там 50 квадратов зал с баром и думают, что это все. На самом деле там 125 плюс склад, итого 140 квадратов. Сверху 4 человека, снизу еще там 5-6. И это совершенно другой бизнес. Ну то есть это уже кафе, ресторан, назови это как угодно, да? Но мы позиционируем это как городское кафе. И это совершенно другие инвестиции, совершенно другая логистика, рабочие процессы. Там кухня больше бара в три раза. Там есть холодный цех, горячий цех, растарочный цех. Там есть место для хранения. Такой склад, сякой склад. То есть это не кофейня. Но это не отменяет того, что там стоит стойка из мрамора. КБ 90 за полтора миллиона, да? Там три кофемолки самые топовые две. И там автотемпер и оборудование, которому позавидует любая кофейня. Почему? Потому что мы отталкиваемся от продукта, да? То есть я не обязательно должен называться кофейней, чтобы варить вкусный кофе. Это то, про что ты говорила в самом начале. Но и называясь городским кафе, я не должен там варить какую-то фуфлы, да? И то есть когда к нам первый раз пришли люди и сказали, а где у вас альтернатива? Я говорю, а у нас есть аэропресс, если вы хотите. Воронок нет. Они говорят, а почему у вас нет? Вы же типа кофейные ребята. И мы такие говорим, а как я здесь утилизирую тогда помещение, если ты приходишь ко мне на 38 посадок. У меня 10 человек в штате. И я варю тебе воронку 4 минуты, и ты ее еще полчаса пьешь. Но я не могу этого себе позволить. То есть там совершенно другая логистика. Тем не менее, у нас три фильтра постоянно заварены. Там разные кофе. Есть мытый, натуральный, экспериментальный. Есть два минимум вида зерна на эспрессо. Можно купить тот же самый кофе. Там есть кофейная лавка. И что я тебе могу сказать? Вот сделали мы это. Новый формат, городское кафе. С самого первого дня вино в вечер делает 60-70% выручки. И только там 30-40% делает утро. Знаешь почему? Объясняю. Продавая человеку 2 чашки кофе, ты делаешь его готовым, возбужденным и готовым на подвиги. Он пишет тебе кучу отзывов. Говорит, где ты прав, где ты не прав. Хотя мы в принципе занимаемся давным-давно кофе и понимаем, где мы правы, где не правы. И при этом как бы часто бывает недоволен. Вот кофейные люди, они да, такие. Продавая 2-3 бокала человеку вина по нормальной цене, ты делаешь его счастливым, расслабленным. И 90% отзывов, то есть у нас там всего 3% каких-то отзывов негативных от всей массы посещения. Там 3 или даже 2, мы там считали. Их очень мало, и они там половина субъективных. Так вот, 90% из этих негативных отзывов, это кофейные люди, которые пришли и, о боже, я тут не увидел воронку. При этом то, что там 3 фильтра всегда заварены, то, что там есть аэропресс, на любом зерне из 20 тебе заварят. Это не устраивает человека, понимаешь? То есть ты приходишь к тому, что кофейная публика, мало того, что она в спешлти-сегменте маленькая, она привередливая, она еще и неблагодарная. И у меня после 15 лет работает кофе, спешлти-кофе, да, там, я работал на разных позициях, ты знаешь. Я ездил по странам произрастания. У меня встал в свое время вопрос, то есть месяц назад, а надо ли мне вообще заниматься тогда кофе, если оно все так? Как бы забегая вперед, я отвечу, что надо, и я понял, что более того, я не обязан называться кофейней, и при этом могу делать кофе лучше, чем в какой-то 80% кофеин. Я не буду говорить лучше, чем все или там вау-вау, просто в 80% лучше. И если я назовусь городское кафе, это никак не повлияет на вкус кофе, который я там делал. И мы пришли к тому, что, скорее всего, мы хотели бы развивать формат городских кофеин или городских кафе, которые отвечают на запрос потребителя именно с точки зрения времени, да. То есть это глупо в кофейне вечером в 11 вечера закидываться эспрессо и фильтром, потому что ты спать потом не будешь. Ну сколько будет людей закидываться? Только те, кто работают ночью, или только те, кто, как я, пьет там по 30 чашек кофе по 20 в день, да. Основная масса не будет этого делать. Поэтому мы решили утилизировать не площадь помещения посадкой, а временные зоны. Грубо говоря, у нас есть завтрак, есть обед-ужин, ну как бы ужин-меню, да, есть закуски под вино, есть десерты под кофе, свой хлеб. И я тебе могу сказать, что на 38 посадочных местах 50 квадратов, при условии того, что все помещение 120-140, мы с первого месяца, несмотря на то, что это было сразу после пандемии, работаем ноль плюс, август уже лучше, чем июль, а сентябрь будет еще лучше. То есть тенденция постоянно на рост. Людям это надо. Но в каком формате это им надо? Если ты за осознанное потребление, если ты за такие форматы городского кафе не говоришь, что ты ресторан, хотя у нас там севиче, тартар и все, что хочешь, да, там, сыры там какие хочешь. Но мы просто говорим, что мы кафе. И что в итоге? Ты должен еще на это все наложить быстрое потребление и при этом нормальные адекватные цены. Вот это и людям и надо. То есть хороший нормальный дружелюбный сервис, адекватные цены и все. И как бы если ты заворачиваешь в них нормальный продукт, ты можешь назваться и кафе, ты можешь назваться кофейням, а можешь назваться, соответственно, магазин «Лаванда Стор» и подавать там хороший кофе. Но если ты будешь уходить в концепцию того, что ты и магазин, и кофе, на мой взгляд, это реально сбивает ментальность. То есть мы не говорим, что «Сойка напела» это кофе и вино. Два продукта, которые, допустим, очень близки друг к другу. И тут начинается философия. Нет. Мы заранее берем канал коммуникации о том, что мы городское кафе. Когда человек туда попадает, он видит винную карту на 50 позиций, 40 из которых по бокалам. И при этом они все нормально хранятся под бармаром СО2, там в холодильниках все режимы соблюдаются, все отлично. Если тебе не понравится вино, ты посчитаешь, что оно там окислено, тебе его заменят, да? Но мы не говорим, что мы кофе и вино. То есть и тут я понимаю, что второй раз уже я понимаю, что спешлти кофе не дает бизнес. Дает бизнес именно утилизация рабочего пространства и времени. Потом ты такой думаешь, окей, кофе и вино формат не дает бизнес, потому что либо одно качает, либо другое. А вот если ты говоришь, что это городское кафе, то вроде бы сейчас и завтраки подтягиваются, и вино пьют. Причем вечером, я не знаю, винных бокалов в три раза больше, чем чашек кофе на столе сейчас, да? И ты когда это понимаешь, то есть ты, в принципе, объявление формата не значит то, что внутри. То есть то, что ты отвечаешь за свой продукт, и ты можешь его загрузить, вот это важно. А ты назваться можешь и городским кафе. То есть я искренне считаю, что совмещение форматов может быть любых, каких угодно, но оно не должно быть главной, грубо говоря, линией коммуникации со своим потребителем. Вот про что я. То есть мы, являясь там городской кафе, имея 20 сортов на фильтр, да, продаваемых постоянно, и 50 сортов вино, мы не говорим никогда, что у нас там широкий выбор кофе на фильтр и широкий выбор вина. Нет. Главный канал коммуникации, что мы городское кафе. То есть утром ты получаешь кофе, тортики, десертики и завтрак там от Ашота, а вечером ты получаешь вино и какой-то ужин. То есть я, вот как бы, я про то, что российскую ментальность нельзя сбивать вот этим совмещением форматов. Я искренне так считаю. Но это может быть пока, потому что вообще, что более прескорбно, что, ну, зачастую просто из того, что рынок не массовый, да, то, например, место, которое там про завтраки может готовить кофе так себе, да, и как бы изначально люди идут такие, ну, ладно, понятно, в общем, мы тут позавтракаем, но кофе брать не будем, пойдем там, условно, в кофейне, да. Вот. Это из того, что именно наши реалии действуют там то, что, как бы, если это там ресторан на софту кухне, значит кофе там на эспрессо, и если там это какое-то кафе с завтраком, то, скорее всего, кофе в кофейне, вот, если, ну, условно, цветы – цветы, а кофе – кофе так же, да, именно по этому. Да, да, да. Тут больше, конечно, наверное, ответственность на нас, да, там, на тебе, на мне, и на наших коллегах, которые активно открываются какие-то проекты, концентрируют и так далее, чтобы, ну, до людей заносить все это. Потому что, вот, буквально, очень свежий пример, я концентрировала на Даниловском рынке новое место от есть такие девочки Авокадо Point. Вот. И у них было три точки до пандемии, сейчас, по-моему, осталось две. И вот они открыли новый проект на Даниловском рынке, который называется Август. Ну, Август от Авокадо, да. Вот. И ситуация такая, что, как бы, такой свежий перемонт, приятный. Ну, это было кафе отдельно, да, то есть, как бы, по кругу рынка есть отдельные, да, спасатские места. Вот. И там нет в меню ни одной картинки, нет вообще оформления, то есть все это очень минималистично, вроде как симпатично, красиво, но люди приходят, и после вот этого изобилия вообще визуала, который их окружает на рынке, ну, понятно, что фрукты овощи сами себе продают, да, потому что видно, как они выглядят. Ну, да. А остальное у всех там меню реально с картинками, то есть, как бы, все напечатано, фотографии, у кого-то там на планшете, у кого как, да. И люди приходят после этого, так пересекают порог, и они просто в шоке. А что тут происходит? Ну, понятно, что, как бы, это просто новое кафе, они просто не успели что-то спечатать с картинки. Вот. Но в любом случае, как бы, это, ну, просто дезориентирует гостя, и они не понимают, зачем вам вообще нужно здесь остаться. Вот. Также, многие, те, кто ходят, ну, я там еще занимаюсь, я броншов по кофе в Лаки Группу, всех наших ресторанов, от там, Лаки, где вообще все про костейли, про еду, до Маргариты Быстро, где завтраки, вот кофе, и сегодня там, мы начали фильтр кофе заваривать, да, то есть это просто, вот, кажется, что это настолько понятно, и везде так должно быть, вот. Но каждый день, там, я и моя кофе, команда, мы совершаем такие маленькие революции, очередные. Хотя уже, как бы, вроде, казалось бы, это настолько понятно, да, что, как бы, вечером, ну, там, вероятно, ты попьешь вина, а не кофе, да, к завтраку должен быть, ну, подаваться вкусный кофе, и там, разный, вот. И что, на самом деле, как бы, уже, ну, в принципе, те, кто, кстати, ценит время, да, там, простить воронку, это, как бы, реально, только такие кофейные гисти могут так вот требовать, вот. А что остальным фильтр побыстрее, как бы, да, и бегом там дальше выполнять 100 задач в час. Вот. Вот. Поэтому, ну, как я считаю, что, ну, вероятнее, да, эта проблема в том, как это все транслируется, и от массового предложения. Да, тут смотри, ты права, но ты запомни, пожалуйста, что ментальность ты никуда не денешь. Вот, допустим, был я там в Австралии десять лет назад, да, стоит кофейня, ты заходишь, две-трехгруппные кофемашины, у них шквал народу, понимаешь, вот просто там биток. Я просто захожу, мне говорят, ожидание двадцать минут, я говорю, так мне с собой. Он говорит, а с собой тогда пятнадцать, потому что одна кофемашина только она здесь, а вторая она с собой. Четыре часа они закрывают кофейню, понимаешь? А знаешь почему? Потому что сколько бы групп кофемашин у них не было, после четырех кофейню там никто не пойдет, они все пойдут на ужин. Там небольшая пересменка, из шести вечера открываются бары, рестораны и прочее. Потому что существует концепция осознанного потребления. Ну не хрен вечером пить кофе коньячьими дозами. Приди ты к другу в бар, закрой свою кофейню и приди. У нас же как? Аренды коньячьи, поэтому утилизация помещения идет чуть ли не круглосуточно, понимаешь? То есть там кофейня работает до десяти, до одиннадцати. Тут такая палка о двух концах. Во-первых, осознанное потребление, во-вторых, конъюнктура рынка на сегодняшний момент не дает утилизировать кофейню. Как только она даст, кто-то будет закрываться пораньше. Люди начнут больше зарабатывать денег и лучше жить, так они не будут тоннами этот кофе пить, литрами там, я не знаю. Я бы тоже бы кофейню закрывал бы с удовольствием в шесть вечера. Потому что не хрен вечером портить организм, пить кофе тоннами, чтобы потом вот так вот в потолок и не уснуть. Зачем это надо? Сходи ты к друзьям, попей вина, выпей коктейль. Не пьешь вино-коктейль, чай травяной попей, я не знаю. Просто погуляй по городу. Но у нас так, ну как бы ты же понимаешь, что сама по себе ментальность пришел в ресторан и гуляем на все деньги. Понимаешь? Тут как бы вопрос именно в этом. Да, это абсолютно так. Но я все равно, конечно, видишь, верю в светлое будущее, в то, что все в наших руках. Я уверен в этом. Потому что по-другому, но просто тут еще, да, конечно, если мы подытожим, да, вся эта поиск новых форматов, создание новых трендов и так далее, это все диктует нам экономическая ситуация. Даже мы согласны менять менталитет людей, да, и их предпочтение. Вот. Просто нам нравится, видимо, делать то, что мы делаем. И в любом случае, как бы, мы верим в то, что мы делаем, если мы это делаем, да, а делаем вроде все неплохо. Давай быстро зацепим. Смотри, поскольку про новые форматы мы бежим, у многих, может, есть вопрос такой. Смотри, сейчас выходит, вот, допустим, про кофейни, да. Дринкит. Назвались цифровой кофейней. Неделю назад я сделал эксперимент. Я заказал в восьми кофейнях, кофе по приложениям, не хотел за ним вообще приходить. Кофейни были в Ижевске, в Казани. Я просто из Москвы натыкал кофе и купил в кофейнях кофе, понимаешь? Так вот, из восьми кофейн четыре кофейни, четыре, включая дринкит, который является цифровой кофейней, мне выдали заказ, я туда даже не явился. Со мной не связались, с меня просто списали деньги, понимаешь? То есть кофейня в Новосибирске, в Москве, та же Дода Пицца. Они просто по приложению выдали заказ. То есть меня не пытались найти, хотя я оставлял везде контактные данные, регистрировался по телефону. И когда мы говорим про цифровую кофейню, в чем цифра заключается? То есть очевидно, как бы есть такие идеи, но реализация еще хромает. То есть только две кофейни из восьми они позвонили мне и сказали, вы где? Я им напрямую ответил. Знаете, ребят, я тестировал просто приложение, я за заказом не приду, отменять его не надо, спешите с меня деньги, потому что вы потратили. Они эти деньги мне вернули, они не стали их списывать. И очевидно, как бы если такой процент погрешности, обратная связь не работает, вообще ничего не прописано, то есть цифровая кофейня на сегодняшний момент, как тренд, пока отсутствует. Приложения есть все, работать с потребителем не может никто. Далее есть еще один тренд, это Zero Waste или же Эко Шмеко. То, что пытаются делать многие. Я разговаривал с людьми по утилизации, кто занимается реально государственными проектами. Оказывается, Тетрапак в России утилизирует два завода, и то помытый без пластиковой крышки. Стаканы пластиковые не утилизирует никто. И далее мы идем, допустим, к пакетам кофе. Любая пленка трехслойная, она обладает барьерными свойствами. То есть я могу не допускать туда кислород, что мне необходимо для кофе. Любая эко, которая делает, она обладает 90% барьерными свойствами. И теперь вопрос, как я могу создать эко-френдли шмендли кофейню, при которой у меня даже путей утилизации своей упаковки не существует. То есть этот тренд очевидно в России пока тоже недоступен, пока под него не существует никакой инфраструктуры. Поэтому как бы верить вот в это все, что у нас там стеклянная тара все оборачивается, это тогда. А этикетки у вас все на клеевой основе с пластиковым покрытием. Стаканы бумажные, внутри пластиковое покрытие. Ну то есть как бы этот тренд тоже отсутствует на сегодняшний момент. И как новый формат, я бы его еще пока не рассматривал, пока нет инфраструктуры и упаковки. Да, но я уже знаю одну кофейню, которая... Ну, мне на самом деле все эти тренды как бы очень близки, но я тоже понимаю, что в данный момент я вообще ничего не могу сделать, к сожалению. Потому что опять, ну, как ты и сказал, что негде это все утилизировать. Вот. Но зато у нас, как всегда, есть условно такие приемы, как там, а вот если вы хотите из бумажного стаканчика пить, то будьте добры за него еще дополнительно заплатить. Вот. А если не хочу, Настя? А если не хочу? Да. А просто поворачиваешься и уходишь в другое место. Да, да, да. Тут вопрос в том, что... Тут вопрос в том, что как бы... Я считаю, что позывы это однозначно хорошие, да, там, экология, переработка и прочее. Но тут нету путей реализации этому. То есть мы думали над этим, да, мы же смотрели все эти там экологические штуки, дрюки, там, тестировали крышки, которые воняют кукурузой, или там смотрели, которые текут. То есть даже я не могу гостю отдать нормальный стакан, потому что крышка течет, понимаешь? Или там их всего полтора цвета, один раз попил, дальше она намокла и размокла, и через час уже пить невозможно. То есть как бы... Тут вопрос в том, что даже упаковки на сегодняшний момент, экологичные, которая хорошо сохраняет продукты, его представляет, ее практически нету, да. Хлеб в бумажном пакете с багетом, ты идешь такой, кусаешь, да, край багета, смотрится прекрасно, да. Ну там что-то другое, наверное, нет. Поэтому здесь была у нас одна кофейня. Экологический кофе, пикстер кофе называется, как раз возле стойки. Я туда захожу, а у них стойка из пластика сделана. Пакеты, значит, все разделено, четыре вида мусора. И пакеты под весь мусор пластиковые, то есть и под органические, и под то. То есть там, знаешь, такие стоят воронки, но они не керамические, они не стеклянные, они не металлические, они стоят пластиковые. Стоят чайники. Ну то есть там как бы кофейня делают очень большой акцент, и они делают базовые ошибки. Ты можешь купить керамическую воронку и полностью стеклянный чайник, если ты хочешь подчеркнуть. Так у них стоит чайник Харио с этой, с пластиковой ручкой. Воронка стоит пластиковая. То есть я понимаю, думаю, ну как бы идея может быть и хорошая, но где полностью дошлифованная концепция, да, то есть как бы на сегодняшний момент экологичный продукт, экологичная кофейня, это очень дорого, это нереально, и это просто я не знаю, такой не обманутся, да, ну, то есть цифровую, как я сам выяснил, тоже не знаю, не обманутся, поэтому... Ну, пока, ладно, мы не будем, конечно, разочаровывать себя, полностью наш коллег, но дело в этом, это просто дело в подходе, о том, что если ты хочешь, да, что-то сделать не так, как у других, да, еще что-то, то скорее всего нужно, ну, на самом деле продумывать все до мелочи и давать, ну, хотя бы какие-то элементарные вещи, да, в полном объеме, ну, условно, там, не знаю, сервис, который в кофейниках очень страдает, это вообще моя боль, потому что чаще всего ты приходишь, ну, если находишься в кофейню маленькую, представить Борису, просто лицом, как бы, трауром вообще всего народа и просто, просто варить кофе, ну, типа, я, ну, и у меня такие же приходят на собеседование очень часто люди, вот, и думаешь, блин, ну, просто, просто, такой вообще налить мне там в, не знаю, керамическую чашку, но улыбнить меня, да, хотя бы, как бы чуть-чуть, вот, поэтому тут сколько-нибудь мелочей и какие-то элементарные вещи, да, их можно делать, это, как бы, нет, керамическое того, наверное, о чем мы говорим, чтобы те, кто нас смотрит, если вы, там, хотите что-то открыть, или у вас уже есть какой-то бизнес действующий, вот, то чаще всего хочется изобрести велосипед, но на самом деле нужно просто объединиться по сторонам и, ну, вообще понять, что, для чего вы это все делаете и как, вот, потому что вот эта вот история через, там, террор и насилие, да, то есть, как бы, хочешь, там, хоть с собой взять и заплатить стакан, ну, как бы, это, ну, я считаю, что, да, тем самым, ну, как бы, тебя тыкнут, вообще, и, ну, ты реально идешь в другое место, условно, вот, а если, там, ну, будет, не знаю, какая-то приятная памятка о том, что было бы здорово, если бы пришли со своим стаканом, да, и мы не наливали вам бумагу, ну, это по-другому, здесь дело в подходе и в реализации вообще всех этих идей, вот, поэтому, если мы вернемся к нашей теме трендов, да, безусловно, то же самое, как тренд с растительным молоком и сахаром, да, то есть, как бы, можно, пожалуйста, там, не знаю, пепучина на не знаю, на соевом молоке, на, там, и главное, чтобы еще эспресс был без стекина, вот, но при этом еще вот кусок тортика все-таки доверните, да, то есть, ну, как бы, какие-то, все двойные стандарты, опять же, это тоже ментальная история, вот, поэтому, ну, у нас в кофейне все очень просто, смотри, то есть, тут, я всегда говорю, то, что мнение, оно доступно обывателю, а компетенция, она доступна профессионалу, да, и, как бы, когда мне говорят, у вас есть кофе, а если я закажу у вас американо с соевым молоком и сахаром, что я отвечу, как владелец кофейни, я скажу, конечно, мы можем приготовить, но это говно я бы вам не рекомендовал, потому что, ну, реально, это, как бы, три раза убитый кофе, но если человек это хочет, почему я должен ему отказывать? Конечно, мы это сделаем, да, это нормально абсолютно, мы же, но мы сразу скажем, мы это не рекомендуем, но если вы привыкли так пить, то почему бы нет? Почему я должен отказать, да, человек? Тут вопрос, реально, где заканчивается там снобизм, начинается понимание, может быть, у человека там не может пить, да, там, реально там, на обычном молоке. Я, в принципе, молочные напитки уже не пью, я не знаю, я пью просто ради чека, я капучино даже уже маленький классический на суперкрутом зерне, я просто для наслаждения не пил, наверное, уже год. При этом я его пью стабильно там два-три раза в неделю, просто глоток сделал, попробовал, что-то подправил и все, то есть, но я никогда не буду говорить, что классический капучино – это плохо, потому что я понимаю, почему его пьют. И тут я задумываюсь, если классический неплохо, то, может быть, и на союм неплохо, ну, хотя нет, наверное, плохо это пить я не могу, но мы всегда это приготовим, если это человек попросит. Чего, мы на вопрос-то ответим? Есть ли вопросы, потому что, к сожалению, я не могу зайти в наш чат в WhatsApp, может быть, ты посмотришь, есть ли вопросы, и да, пожалуйста, те, кто нас смотрит и слушает, уникальная возможность задать нам любые вопросы, хотели, не только. Вот, а посмотри, пожалуйста, Дим, в чат, да, потому что у меня тут… Тут всего два вопроса, тут всего два вопроса, и я не знаю, как на них ответить, я их сейчас зачитаю, а может быть, ты ответишь? Давай подумаем, да. Да, давай. Смотри, вопрос номер один. Привет, Дима, Настя, спасибо за эфир. А днем вино заказывают или на завтраке, в Сойке, или, например, в Ньют, также днем наливают? Это вопрос, наверное, к нам. Слушайте, у нас есть в Сойке акция, реши на какой-то стороне, и там мы в августе, и, наверное, сейчас на сентябрь продлим, до 12 даже бесплатно просека на завтрак наливаем в будни. Я объясню, почему. Не все люди работают 5-2, не все люди работают в будни, а выходные отдыхают, да. И только тебе решать, там, ты работаешь или нет, ты можешь прийти и попить. У нас можно наливать в те часы, которые работают в заведении. Если ты хочешь попить с утра бокал просека, я не знаю, там, с пашотом на драники из батата, то мы, конечно, с удовольствием тебе это все сделаем. И мы как бы подаем с утра вино, и это абсолютно нормально. Так же, как мы подаем вечером кофе. Более того, я говорю, даже есть акция, то, что если ты пришел при любом заказе блюда, у нас бесплатно либо фильтр кофе до 12, либо просека, да, там, бокал. Потому что заведение свежеоткрытое. То есть, отвечая на этот вопрос, могу сказать, что все, как бы, у нас все доступно, и мы все делаем, да. Вообще, конечно, ну, есть регламент продажи алкоголя, ну, правила, да, торговли. Вот, поэтому, в принципе, если это лицензия, и там заведение открывается утром, то, на самом деле, выходные, так это вообще, там, ну, как бы, бокал игристого с утра почему нет, да. Да и в будние дни, да, у всех разная, как бы, ситуация. Кто-то там, может, у кого-то день рождения и так далее. Ну, в общем, на самом деле, продажи по, не знаю, ну, на патриаршах, но в продаже во всех заведениях, где есть завтраки, там игристое льется рекой с утра. Любое время года и вообще в любой день недели. Вот, но здесь, конечно, опять же-таки, да. Все зависит от формата, но продавайте алкоголь с утра до ночи. Поехали. Смотри, тут еще вопросы, я читаю. Как в случае сойки распределяется поток в течение дня? Ребят, до шести, скажем так, с восьми до шести мы делаем ровно ту же выручку, которую делаем с шести до двенадцати. То есть за первые восемь часов десять работы мы делаем ровно столько же, сколько делаем за последние пять. То есть люди вино пьют больше и едят, чем пьют кофе. Хотя мы люди с кофейным бэкграундом. Все знают, что у нас есть кофейная экспертиза, да. То есть в случае сойки это так. Вопрос следующий. Солену задает на вопрос. Солену задает. Да, вот. Тут написано, какой супермодный, мега новый формат очень заходит где-нибудь в мире, но никогда не зайдет в Москве. Слушайте, ну в скандинавских странах, кстати, у нас уже появляются такие форматы, это кофе и хлеб. У нас пока еще не до конца понимают артизанал хлеб, да, там какие-нибудь там, я не знаю, саурбред. И как бы вот сейчас есть Six Aim Bakery, да, там на Павиляге открылось, и я заходил, там работают владельцы за стойкой, мне очень понравилось. 20 посадочных мест, сама владельца, которая и натуральные вина любит, и хлеб любит, да, там и делает у нас. Но у нас, знаете, почему это не зайдет? А я вам сейчас объясню, отвечая на вопрос Алены. Потому что придут люди с ноутбуками, сядут и скажут, я хочу поработать. И вот я, когда заходил в Six Aim, я говорю, Юль, владельцы, ну чего, как, а у нее резервы стоят на столах. И она мне так по секрету говорит, Дима, я не знаю, что мне делать. Вот они приходят, у меня 24 посадочных места, 22. И он садится с ноутбуком и начинает работать. Это в Москве, в центре города. И у меня вопрос к людям, которые работают за ноутбуками. Есть же куча классных каворкингов. WeWork, я не знаю, там рабочая станция, где можно поработать. Мы, кстати, во флю не гоняем. А мне от вкусного кофе. Да, но мы вот во флю не гоняем тех, кто хочет поработать. Но когда ты приходишь в заведение, в котором 24, я не знаю, посадочных места стоит пекарский комбайн немецкий, там за 2,5 миллиона рублей. И там людям нужно окупать заведение. Ты приходишь, заказываешь чашку кофе. И вопрос, знаете, в чем? А как такие форматы у нас будут работать? То есть как бы на сегодняшний момент у нас нет осознанного потребителя, под такие артизановые места, да? То есть это постоянная война с человеком, который приходит к тебе с ноутбуком. Это постоянно... То есть и у нас есть формула, да, когда мы в карантин заработали себе кучу проблем, чтобы оставить весь персонал. Мы во флю выплатили с цехом 2,5 миллиона, мы залезли в долги. Потому что мы никого не уволили, мы зарплаты кому не порезали, в отпуск не отправили. И тут я как бы за это право заплатил говорить честно и открыто. Я считаю так. Когда у тебя есть маленькое кафе, если там меньше 50 квадратных метров, и ты пришел с ноутбуком, 50 раз подумай, может ли это кафе себе позволить тебя посадить? Потому что здесь работает очень простое правило. Либо работает кафе, либо работаешь ты в кафе. Да, ты можешь говорить по закону, не по закону. И что ты отвоюешь? То есть кафе просто закроется, ты отвоевал своего права работать в кафе, которое больше не может работать. То есть логика здесь такова, что здесь вопрос как бы, я думаю, что маленькие вот эти места, отвечая на этот вопрос, которые там печет хлеб, делает сразу кофе, все суперкрутое, суперкрутая мука, суперклассный хлеб, но у нас обязательно придут люди с ноутбуком и начнут работать. То есть я считаю, что вот это основной бич у нас сейчас маленький. Форматы, в общем, если ответить на вопрос, да, мы немножко ушли от него, что супернегомодный формат, да, то есть, ну, условно, формат такого take-away, где будет не, никого не хочу обидеть, условно, это будет там не кофе, да, вот, а это будет какой-то реально ремесленный хлеб и крутой кофе, там, спешл, я не знаю, гейша условно, вот, но не будет столика, где можно посидеть с ноутбуком или поесть, и как бы все. Но для нас это правда, ну, для наших гостей, для нашего менталитета это проблема. Да, поэтому, наверное, ответ в вопрос, что да. Ну, тут вопрос, как вы решаете во флю проблему с каворкерами? Ребят, мы честно их не гоняем. Во флю хотя бы там есть 100 квадратных метров и там под 50 посадок. Там можно всех посадить. У нас, те, кто в основном работают, мы можем прийти, они даже увидят, они сядут за общий стол, они скооперируются, они нам помогают, мы никогда не гоняем их. То есть, у нас были оторванные случаи, когда нам человек доказывал, что у нас музыка играет громко, приходил с шумомером и говорил, что мы должны сделать ее тише, потому что ему неудобно работать. Мы ему напоминали, что мы кофейня, мы напоминали ему, что мы хотим как бы тоже кушать, и у нас есть работники, которым нужно платить зарплату, которая не сильно низкая по рынку, она выше средней, да, наверное, и мы хотим работать. То есть, такие случаи всегда будут, будут не как бы люди неадекватные, которые приходят и начинают тебе доказывать, что они в твоей кофейне правы. Но в 90% случаях все решается хорошо с каворкером, мы просто объясняем, что не могли бы как-то скомпоноваться, сесть там за один стол, если у нас фул, очередь на вход и очередь на выход. Но при этом, как бы, там мы четко понимаем, что мы позволяем. Во флю, это так, в Сойке сейчас под вечернюю посадку, если кто-то сходится с ноутбуком, мы сразу говорим, что, ребят, у нас вечерний сервис с 6 вечера, вы нас поймите, пожалуйста, мы маленькое заведение, да, мы должны работать. То есть, мы работаем на эту тему с потребителем, мы говорим, что как бы, тут очень просто, мы сразу говорим, слушайте, у нас вот тут 38 посадок, у меня на 38 посадок есть котломойщик, это человек, который моет сковородки, он не моет посуду в кафе, а есть еще отдельно моющица, у меня 10 человек работает, как я могу утилизировать помещение, если человек садится с ноутбуком, он меня любит, и я его люблю, он хороший человек, и я хороший, но бизнес в этом случае работать не будет, я не могу себе этого позволить, и мы просто это объясняем, что, извините, пожалуйста, но у нас там 6 вечера, точно вечерний сервис, и мы, если вы хотите поработать с ноутбуком, можно за окошком, если человек обижается, мы стараемся угостить его кофе, но это реальность на сегодняшний момент маленькой посадки, вы же это все понимаете. Дим, нас заваливают вопросами, давай мы будем, значит, на следующий отвечать по поводу, знаешь, такой вот вопрос был, как, 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 Алена пишет, справедливости ради в Копенгагене меня с ноутбуком из таких кофей не гоняли, но я понимаю, о чем вы, Ален, смотри, во всей Европе практически, знаешь, какая тема есть, в будни тебя гонять не будут, а в выходные написано ноу лэптопс, это очень много где встречается, в том числе в Амстердаме, в Копенгагене я это видел, и как бы люди там это понимают, и более того, они не придут с ноутбуком в выходные, да, там в будни, если там посадка нормально плывет, ты можешь этот момент контролировать, ты делаешь так, мы объявлений не делаем никаких на столах, мы стараемся договариваться с человеком, но реально, как бы, я не приду в кофейню, в которой 30 посадок, или там 25 сидеть с ноутбуком, потому что я понимаю, что людям надо работать. Ладно, поехали дальше, или не что-то ведешь? Да, значит, на что обратить внимание, когда выбираешь локацию для городского кафе, я могу ответить, что вообще выбирая локацию, самое, основное, на что мы обращаем внимание, это на трафик, да, в любом случае, то есть, либо, ну, вообще, вот могу сказать, так, житель, там, не ЦАО, да, хотя около ЦАО, у нас, в Лефортово, нет ни одного места, где можно пойти, попить кофе, позавтракать, а вечером где-то поужинать, вот, поэтому я считаю, что, ну, новая ЖК, это как бы на перспективу, но это потом точно будет трафик, вот, ну, и вообще, да, то есть, если мы говорим про Центр, то это только трафик, и, возможно, такая, да, первая линия лучше, вот, но здесь все, конечно, нужно считать, ну, финансовую модель, насколько, потому что есть проекты, которые находятся не на трафике, да, а во дворе, и как бы вот хорошо себя чувствуют, ну, вероятнее, это какие-то условия по аренде просто. Ну, вот смотри, нет, тут еще по продукту очень зависит, что ты предлагаешь, вот, допустим, сейчас Юля Токменинова открыла Блау, да, мы говорим про сетевой формат, про городский кафе. про сетевой, нет, я-то думал не сетевой, а единичный. Нет, не сетевой, я имею в виду про городское кафе, то есть это то, смотри, турецкая кухня, то есть у нее там типа, и вот сейчас там будет винчик, сидр, наверное, и она находится недалеко от моего дома, но это садовническая набережная, там дом 7, там вообще, в принципе, на Балчуге, это такое, знаешь, там собаки ходят, и церкви рядом, и все, то есть там как бы, несмотря на то, что это центр города, там нет трафика, и я туда хожу завтракать, и там достаточно нормально людей, то есть вопрос в том, что если ты не на Ачибе, ты должен на Ачибе находишься, ты должен, а, создать атмосферу, б, дать нормальный продукт, и еще и сделать уют, да, какой-то, то есть тот, у кого это получится, совместить с нормальными ценами, как бы, и в принципе сейчас в Москве такие места могут работать, то есть сейчас в Москве даже не сильно обязательно иметь первую линию, важно понимать, почему человек должен к вам прийти, это продукт, это цены, это атмосфера, и как бы вот, и может быть какая-то ниша, то есть допустим, возьмем этот Блау, да, турецкая кухня в нормальном там исполнении в каком-то, много таких форматов в Москве, нет их немного, она ответила. Да, все зависит все равно от того, от продукта, который вы предлагаете, и от финансовой истории, да, то есть если вы рассчитываетесь тем, что вы можете без алкоголя прожить, да, то вы как бы открывайте, пожалуйста, с едой и кофе, да, если вы понимаете, что нужно еще какой-то доп, какие-то продажи, да, то как бы мы смотрим, что нам бы еще продать, вот, так, Настя, тут еще вопросики есть, про Сойку, про как подбирали вино, а, подбирали вино, я сразу сказал, что я не хочу, какое чаще берут, да, я не хочу какого-то, такого же, такой же карты, как в Москве, там, чтобы кто-то делал московский, поэтому я пригласил давнего своего друга из Питера и попросил его составить немосковскую карту, карта основана на четырех поставщиках, и пару из поставщиков, они не сильно представлены в Москве, типа там, Марин Экспресс, да, и карта основана в большей степени на них, поэтому, как бы, старались 50 еще вин уложить вопросы, ответы на все вопросы, то есть, это чтобы и Оранж был, и на Тураха была, но без клише, то есть, мы сразу сказали, нет шабли, нет мальбеку, то есть, как бы, какие-то такие вещи, чтобы были интересные, и мы разбили примерно напополам, причем у нас есть 8 пузырей, и эти пузыри там, просека, есть анцистраль, есть бланкет, есть шампань, то есть, ну, как бы, мы старались, чтобы были ответы на все вопросы, но при этом карта была компактная, то есть, вот так мы подбирали. А у вас есть новозеландское сувенье, обменяк? Есть, но, и даже тут мы не брали мальбором, мы взяли савиньон из Нельсона, то есть, мы старались, как бы, вроде бы и делать какие-то обычные вещи, но немножечко с другим подходом, да? Да. Соответственно. Ну, в общем, в любом случае, вы позвали специалиста, прошу обратить на это внимание, это очень классно. Конечно, и причем потратили еще там 300 тысяч на Бермар, 300 тысяч стоит система для хранения шампанских вин, чтобы у тебя пузыри 5-7 дней сохранялись, поэтому у нас там пузыри могут литься, то есть там Бермаров в России, там я не знаю, сколько их стоит, 5-6, и то они все стоят там в ресторанах, да, но они мало где там, в Гранд Крю в Питере стоял, еще где-то там. Так, поехали. Следующий вопрос, значит, у меня модный ЖК, Алена Ермакова, директор школы, между прочим, нашей, у меня модный ЖК, кстати, на Карамбургской набережной, стоит ли открыть кофейню внизу, какой формат? Ну, если там нет кофейня, то, мне кажется, стоит открыть, если есть желание, Ален, все у тебя есть, как бы мы все делаем, вот, но здесь вопрос, я говорю, что если вообще ничего рядом нет, то, конечно, открывать только кофейню, как бы, ну, история странная, да, можно сделать формат, как раз таки, такого городского кафе, вот, ну, я бы сделала так. Ну, вот сейчас, да, я смотрел. я тоже задумалась об этом. Я вот сейчас смотрел, сейчас в умных ЖК еще есть системы нормальных, ставят, развивается направление умного вендинга, и в том числе, там даже ставят, и там нам банки предлагали ставить, где ты знаешь, холодильник, понимаешь, у тебя там нормальная еда, они вот эти сэндвичи-треугольнички, телефоном сканируешь, выносишь, и, как бы, я думаю, что вот в ЖК будет по какому-то такому принципу развиваться, естественно, на территории, если это не один корпус, можно открыть именно городское кафе, потому что, если, Алена, ты живешь в центре, ответь сама себе на вопрос, а днем часто ты бываешь дома, или ты куда-то ходишь, да, то есть, как бы, ты утром вышла на работу, выпила кофе, вечером вернулась, если тебе лень, после душа в тапках спустилась, и попила бокал вина, то есть, как бы, здесь формат городского кафе в центре города отвечает на все твои потребности, но, сама по себе кофейня, я не думаю, что в ЖК, в центре города будет интересно, да, как бы, это, все-таки, если бы там были... Ну, это не совсем прям центр-центр, там просто очень много людей живут в ЖК, то есть, там, как бы, предложений нет особо, но их пока нет, я уверена, что это следующая, просто, следующий тренд, когда просто все наконец-то выйдут за третье транспортное кольцо, вот, потому что там жизнь, ого-го, какая-то начинается, так... Как быть с доставкой кофе по городу или забыть, как страшный сон? Ребята, забудьте, это как страшный сон, мы доставляли с Плю, это Дмитровка, в теплый стан в пандемию, даже капучино, потому что надо было, но это бред, ну, то есть, как бы, может быть, какая-то такая история, типа, если у вас там фильтр кофе с термосом приехал, там налил, или там фильтр в аренду, там какие-то такие схемы, там, типа абонемент купил, тебе два литра фильтра привозят каждый день и увозят, но под это нужно целый сервис делать, чтобы у тебя, как бы, вот этот был, да, там фильтр заварил, и ты там можешь два раза в день доставлять, но локально кофейня доставлять кофе, ну, это, честно, это извращение, я считаю, я бы забыл про это вообще. Еще неотвеченный, давай. Давай неотвеченный, вот мне очень нравится. Есть кафе в Москва-Сити, 45-30 квадратных метров посадочных, спешлти плюс. Что тут надо, сейчас посмотрим. А, своей лицензии на алкоголь нет, но есть запросы гостей на вино, Simple Wine в соседнем павильоне. Насколько имеет смысл при таком раскладе водить вино самому или пробовать отсылать людей в соседний магазин, за ним окупятся ли затраты на вино в бизнес-центре. Я вообще, в принципе, с локацией в Москве-Сити теперь сомневаюсь, потому что половина офисов на удаленке и не все с нее вернутся, я очень уверен в этом, потому что в Москве-Сити сидят те офисы, которые могут себе позволить отправить людей на удаленку. Я думаю, что трафик не вернется там до конца уже никогда, он просядет на 20%. И отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что здесь даже не то, что вино, здесь надо почесать репу, а смысл, есть ли там в кофейне сейчас или его нету. То есть, у меня реально есть такое мнение, что Сити по кофейням опустеет, потому что трафик там до конца назад не вернется. Я искренне так считаю, я могу ошибаться, потому что я не весь какой сетевой бизнесмен, и все локации могу как бы не знать. Что там, еще не отвеченные вопросы есть? Вопрос по стоимости и качеству персонала в Москве по сравнению с другими рынками. Насколько сложно подобрать и удержать команду с учетом ментальности, что для многих в России специалисты зачастую воспринимаются как временная работа, но... Я могу свою схему рассказать. Давай, а я потом скажу свое мнение. Первое, это базовая зарплата персонала, который приходит, она у нас определяется. Она у нас примерно среднерыночная для кофейни, и потом мы ввели систему индексации. То есть, пока ты свежий, ты можешь быть кучу опыта, но как мы уже разобрались, кофе и само качество товара, это одно, а знание гостя, умение работать, настроиться на нужный сервис, это другое. Так вот, пока ты этому учишься, у тебя базовая зарплата, после первого года твоей работы в нашем проекте у нас есть индексация зарплаты, твоя ставка вырастает сразу на 20%, потому что ты уже за год научился, ты узнал постоянных гостей, ты узнал наши стандарты, к чему мы можем, чего не можем, и поэтому мы индексируем зарплату после первого года работы в компании на 20%, у нас уже есть люди проиндексированные, как бы их там человек 5-6, наверное, потом после второго года мы предполагаем, что ты уже учишься, еще чуть-чуть, и мы индексируем еще на 10%, и после как бы третьего года, как сказал Бигбердель, Любовь живет три года, многие покидают реально проекты даже после индексации, больше мы зарплату не индексируем, сейчас думаем, как может быть будет какая-то индексация, чтобы нивелировать инфляцию, но мы реально индексируем зарплату для сотрудника на 20% после первого года и на 10% после второго года, то есть вот сейчас у нас есть такая схема, как мы можем показать человеку, что мы его удерживаем в компании, и что со временем отработанным в компании он становится ценным для нас не только из-за своего профессионализма, а из-за знания стандартов нашей компании, то есть мы работаем так, кто как работает, я как бы не знаю, может кому-то это поможет. здесь, да, в целом вопрос сразу с таким настроением, немножко паническим, но зачастую, когда я там слышу, что у нас там постоянная текучка, ну там, там не обращаются за консалтингом, она говорит, вот вообще люди бегут, что делать, да, потом, ну ты говоришь, окей, давайте разберемся, ты начинаешь работать с проектом, понимаешь, что в принципе там столько вопросов к руководству и вообще к системе, что как бы никаких удивлений не должно быть, что люди бегут и удивительно, что они в принципе задерживаются на какое-то время, вот, поэтому, вот, Дима как раз рассказал про одну из систем, ну это система лояльности к персоналу, да, и таких, в принципе, как бы, примеров очень много, вот, об этом мы расскажем на нашем кофейном курсе, все-таки не будем раскрывать всех карт, вот, но самое важное, что если вы хотите, чтобы ваш персонал там качественно работал, выполнял работу и давал качественный сервис, то для этого нужно очень грамотное руководство и вообще подход и человеческие отношения, вот. Так, давай поехали дальше, еще есть вопросы. А формата в кофе с собой, вообще стоит верить, что жизнь будет в кофе с собой, либо все переобуваемся в городские кафе? Что скажешь? Нет, тут все очень просто, смотри, как бы, кофе с собой может быть и супер качественного формата, то есть, тут вопрос, готов ли ты идти в этот бизнес, потому что в качественном формате это в любом случае инвестиции там не 500 тысяч, там одно оборудование, да, там стоит до 2 миллионов, да, и если ты готов, как бы, вложив в кофейню супер качественную точку с собой, там, 3 миллиона рублей минимум, да, и получается этого, там, 100 тысяч рублей, то велкам такой, ну, просто многие этого не хотят, и поэтому, как бы, формат кофейн, кофе с собой, это, ну, что там, инвестиции там в оборудование 500 тысяч, поехали, франшиза, и там, натянули вывеску, и варим Бразилию по 500 рублей за килограмм, то есть, ну, как бы, в таком формате будущее сейчас есть, но, вспоминая 10 лет назад, когда я был в Австралии еще раз, я спускаюсь в пешеходный переход, а там стоит трехгруппная сайнесса, и в ней чувак варит кофе, к нему очередь стоит, в том же Копенгагене кофе коллектив открывает в мафе, малая архитектурная форма, бывшая телеграфная будка, они открывают нормальную кофейню, и варят нормальный там кофе. Мэтт в Питере, Вася пытался сделать, да, то есть, я считаю, что такое, как не массовые явления, даже в нашем климате, это реально, но в каком-то массовом явлении, точки с собой на супер-пупер-вау кофе, ну, я в это не верю, вы уж меня простите. Ну, да, просто я назвала, конечно, этой эпохой. Что можете сказать о формате микрокрофейни наподобие точки, ТЧК в Питере? Ну, во-первых, ТЧК в Питере, это, наверное, не кофейня, а уже топоним, да, там местный, потому что все знают, эту подворотню на Петроград, куда ходят, это кофейня 2 на 2, этот формат может существовать только в одном формате, если вы не рассматриваете это как бизнес, а как жизнь, потому что рата, владелица кофейни, она вложила туда не только свою душу, но и сделала так, что персонал туда ее вкладывает, и когда туда приходят, туда заходят в подворотню, кофейня там 2 на 2, туда никто не умещается, но туда идут, потому что знают, что там есть суперкрутой сервис, потом она рядом, даже в такой кофейне, потом она рядом открыла там школу и бариста там, и это стало каким-то центром притяжения, то есть такие маленькие форматы, это больше про душевность, и про, есть еще в Питере охрененная кофейня, на мой взгляд, лучшая кофейня вообще в Питере, с точки зрения энергетики, это Готча, называется, Брю Бар, кофейня в парадной, то есть ты заходишь в парадную, и там кофейня у тебя сбоку, но она нереально крутая, это вот 2 кофейни, которые супер атмосферные, это ТЧК и Готча, на мой взгляд, это крутые ребята, но это возможно, если там либо владелец там живет, как раз там чуть ли не жива первые пару лет, либо он умеет зарядить, то есть там заряд важнее самого продукта, на мой взгляд. Ну да, вообще в ТЧК это было, конечно, удивительно, именно как раз-таки про сервис и подход, что независимо от того, какой формат, там 100 квадратов или 2 на 2, и если ты делаешь круто, то к тебе в любом случае придут. Есть еще вопросы у нас? Да, есть. Давай вот эти разберем. Какой? Значит, слышали ли вы про зашквар инвестициями в Отли? Если да, то как прокомментируете? Мы комментировать не будем, потому что Отли это бренд молока, у нас вообще тема про кофейни. Я просто сразу сказал, что мы не скипнули вопрос, а как бы его прочитали. Дальше. Привет, ребят, мы открыли маленькое кафе в январе в Германии. Какие-то идеи по поводу европейских трендов развития котейного бизнеса есть? Тут все очень просто, это как бы все вместе, что я не люблю. Эко, шмека, толерантность и при этом, как бы, грубо говоря, какой-то супер теплый сервис. Ну, и плюс еще супер хитерский дизайн. Можете посмотреть Торнквист, кофейня в Гамбурге. Там всего три позиции. На нее там просто тонна подписана в Инстаграме, но как бы они там развиваются больше, наверное, как вот как раз-то ребята из ТЧК, да, ребята из Готчи. Единственный совет вам в Германии, это просто, наверное, более душевным надо быть и все. То есть я не могу вам посоветовать, я там бизнес не веду, хотя у меня там куча знакомых. Русской души вложите в Германию, да. Так, дальше. Тут такие вопросы, которые... Я вижу. Что Дима и Настя думают про автоматизацию приготовления кофе в кофейне? Я давно говорю, что кофейни с собой идеально будут на роборуке. Возьмите вы эти маленькие точки, как правда кофе, сделайте вы эту роборуку, которая отдает вам кофе и поставьте одного кассира, который вам кипит стаканы, отдает бублике круассан и делает все, и роборуки готовит. Интересный формат живого вендинга, когда у вас кассир, человек не напрягается и у него всегда есть возможность то, что говорит Настя, сделать. Это улыбнуться, пожелать хорошего дня, а роботы пускай варят кофе, почему бы нет? Ну, то есть, когда у вас зерно... Если что, я в роботов не верю. А я верю. Я вообще в роборуке именно идеально верю. Вот и посмотрим. Ну, нет, на самом деле, как автоматизировать именно процесс, да, условно, там, под прессы, Uber Milk и так далее, это да. Ну, ты же знаешь, у нас полностью все автоматизировано с точки зрения весов. У нас кофемолка с весами, она по весам на малом. Я говорю, что... Кофемашина с весами. Я говорю, да, я говорю, что автоматизация процесса, да, но полностью, ну, условно, да, чтобы стояла роборука и роболицо, как бы на кассе. И это точно будет не при нашей жизни. Я давно уверен, что, ребят, вообще забудьте про классические кофемашины на валиметрике. То есть, как бы, вы работаете с системой с весами, да? То есть, у нас, в своих двух заведениях, мы другие машины не рассматриваем. Это либо Arduino Black Eagle гравиметрик, либо Marzocca, сейчас PB, пофиксили весы, как бы, тоже с весами. Либо КБ-90, что мы поставили. То есть, у тебя все очень просто. Человек, это дегустатор бариста, а повторять рецепт должна техника. Зачем он, ему вот это постоянно думает, с ложечкой отмерил, замерил, отложил, переложил. Вот это зачем? То есть, как бы, это прошлый век. Выкиньте это из процессов, как бы. Покупайте машину за полтора миллиона, а не за 300 тысяч. Так, еще вопрос. Как считаете, какого формата, кофейни, не хватает на Алтай, вероятно, вопрос Алене, но и вам, ребята, и в Новостембирске, условно, чего не хватает в регионах в современном кофейном формате? В регионах не хватает, на мой взгляд, только одного, это потребителя с достаточно хорошим уровнем жизни. Я вам серьезно говорю, без шуток. Потому что, когда вы переносите хороший топовый продукт на среднюю зарплату в 45К, о каких форматах мы можем говорить? Реально. Ну, как бы, вкусно, кофе, это, я так считаю. А мне, вот по моему опыту моих туров по России и соседним странам, могу сказать, что очень мешает смелость владельцев бизнеса и вообще тех, кто занимается этим проектами, менять это. Потому что очень часто, ну, у меня просто были готовые кейсы, которые уже там несколько лет назад я проработала, и в итоге там все сейчас и с пор продолжают работать, даже несмотря на пандемию, когда стояла там, в кофейне 10 сиропов, ну, хоть даже 10-20, да, и они такие, ну, мы не можем, у нас просто гости без сиропа кофе не пьют, я говорю, ну, как не пьют? Я же знаю, что можно без сиропов, но давайте хотя бы сократим там с 20 до 5. Сократили, ну, что, продажи упали? Нет. Ну, что, выводим, там, оставляем 2, да. Ну, в общем, как бы, просто изначально нужно, мне кажется, меньше страхов, и, ну, тогда это будет более успешно, на самом деле, этого не хватает, вот серьезно, и даже, там, возьмите кофе, не знаю, поднимите, да, нужно повысить цену, там, не знаю, на 10 рублей, но можно взять, там, Бразилию не за 500, а хотя бы за 900 рублей, да, уже, как бы, ну, сделать шаг вперед. Главное, чтобы она по качеству была не как за 500. Да, не как за 500. Ладно, тут я более скептично настроен к этому, у меня были случаи, когда люди говорят, слушай, я вот сейчас, у меня там кофе с собой, на юге точка, в Ставрополе, я сейчас, короче, поменяю кофемашину и буду варить твою там наэробную фиопию, я говорю, ты что, дебил, что ли, вот ты просто, зачем ты это делаешь, открой еще одну точку, ты заработаешь какой-то вал денег, на кофейнях с собой, зачем ты хочешь делать из вот этого маленького мавчика, супер-пупер, где-то в Ростове, ну, ты заработай какой-то вал денег, встанешь на ноги, а потом открой себе полный формат, зачем ты будешь превращать работающий в бизнес в то, что не стрельнет и, скорее всего, не принесет, ты просто пойми, что это два разных бизнеса, не надо как бы пытаться в ларек запихнуть там, может быть, в Копенгагене это сработает, но в Ростове точно нет, я искренне уверен, что это не сработает именно из-за того, что уровень жизни реально не, ну, как бы, ну, он невысокий, ребят, как бы, спешлти кофе это не дешево, давайте с этого начнем, и как бы, о чем мы говорим, 200 рублей за чашку, 300 рублей в Ростове не все могут себе позволить. Ну, мы вообще, наверное, про спешнити в принципе не говорим, касаемо, что касается регионов, ну, это 5%, да, тех, кто варит, реально спешнити, да, я тоже, ну, как бы, не то, что я скептична, но просто здесь нужен здравый подход во всем, как бы, да, и условно, там есть... Ну, вы видите... Ой, все, ты здесь, здесь говори. Вот, да, если, да, если, ну, как бизнес проживается, то, конечно, потихоньку, и можно пробовать разные, там, истории, да, с изменением формата. Но не себе в ущерб, это точно, это важно. Но не сразу рубить, да, не себе в ущерб, и не сразу рубить ключа, хотя это тоже ментально насчайший рубить ключа. А почему на Юго-Востоке нету кофеин? Вопрос риторический, не пришло время. Я не знаю, почему лет сегодня заканчивается. Да, мы этого не хотим, но что делать? В общем, так, я вот больше не вижу никаких новых вопросов. На самом деле, вы всегда можете написать Диме или мне в Инстаграме в Директ, или либо в Директ Москва, Худ Академия. Вот, тогда будет лучше, да. Я хочу еще, да, нам точно передадут. Вот, на самом деле, мне кажется, Дим, что пора нам заканчивать наш семинар, и хочется мне всех пригласить к нам на курс, где мы ответим еще на 101 вопрос. Нет, вживую, конечно, лучше общаться, то есть, ты сейчас даже не понимаешь, что остро у человека, какие у него эмоции, на какой вопрос, да, и как бы, я с удовольствием на курсе пообщаюсь со всеми вживую, скажу свое мнение, но я как бы, я не романтик, там, в спешилте индустрии, я скептик, но при этом, как бы, работаю на всех, то есть, я человек, у которого есть своя ферма, а ферма, это не бизнес, это как бы, ну, вы понимаете, да, там, там, 15 лет назад будут возвращаться. Да, в любом случае, мы поговорим просто, как мне кажется, как куратор нашего курса, я сделала такую программу с погружением в продукт, и именно за такими бизнесменами будущее, да, что мы узнаем и про ферму, и попробуем кофе, и вообще расскажем вам обо всем, вот, ну, и, конечно, ответим на вопросы, и более того, у вас будет возможность под руководством наших всех преподавателей написать проект, который в будущем можно будет реализовать, либо вы сможете ответить себе на вопрос и просто не связываться с этим бизнесом, вот, все делаем честно, с умом и по любви, вот, ну, что, Дим, очень было классно с тобой пообщаться, спасибо тебе тоже, Настя, диалог, рад, рад, что во многом мы совпали и где-то не совпали, скажем так, да, да, ну, вот я в роботов не верю, но посмотрим, надеюсь, что, да, повернись, а не сзади, все, давай, Настя, я отключаюсь, пока, всем пока, эфир будет сохранен, так гумowers, потому что, недействительно todavía, тем лучшеек, очень хорошо, если я, если можно, то, там,